МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вблизи города Джульфа старая Джуга имела место целенаправленное уничтожение кладбища с установленными там тысячами средневековых армянских надгробных памятников хачкаров. Согласно Международному совету по сохранению памятников и достопримечательностей Айкомас, западным СМИ и армянским источникам уничтожения старинных памятников армянской культуры было инициировано властями Азербайджана. Все находившиеся на армянском кладбище хачкары были разбиты людьми в военной форме с помощью тяжелой строительной техники. Крупные обломки надгробий с помощью кранов загружали в вагоны и вывозили по железной дороге, вероятно, для последующего использования в качестве строительных материалов. Более мелкие обломки памятников были погружены в грузовики и сброшены в реку Аракс. Само же кладбище в Джульфе, которое было одним из наиболее грандиозных памятников армянской культуры, превращено в стрельбище. Между тем, армянские хачкары в 2010 году были включены в ЮНЕСКО, специализированные учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, в список объектов нематериального культурного наследия человечества. Ныне общепризнанно, что армянские хачкары являются шедеврами мирового искусства. Крупнейшие музеи мира считают за честь иметь в своей коллекции хоть один хачкар. До разрушения армянское кладбище в Джульфе являлось крупнейшим в мире сохранившимся средневековым кладбищем хачкаров. В начале XX века там насчитывалось около 6 тысяч хачкаров. Спикер Национального собрания Арцаха Ашот Гулян 5 марта встретился с группой депутатов Палаты представителей Нидерландов. Встреча была организована при поддержке председателя Федерации армянских организаций Нидерландов Мато Ахвердяна. Как сообщили новости Армении, news.am в пресс-службе Национального собрания Арцаха, выразив благодарность за прием, Ашот Гулян подчеркнул, что в последние годы парламент Арцаха установил партнерские отношения с рядом европейских стран и межпарламентскими организациями и впервые встречается с представителями законодательного органа Нидерландов. В завершении встречи, отвечая на вопросы участников, спикер парламента Арцаха коснулся текущего состояния и перспектив урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта, экономического развития Арцаха и ряда других тем. Армянские саперы в Сирии с 19 февраля по 7 марта разминировали 10 510 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГНКО, Центр гуманитарного разминирования и экспертиз. За указанный период врачи оказали хирургическую помощь 50 пациентам, терапевтическую помощь 100 пациентам, провели 160 клинических, биологических и гормональных анализов. Напомним, что группа состоит из 83 специалистов – саперы, врачи и личный состав, обеспечивающий безопасность. Гуманитарная помощь оказывается в населенных пунктах Ле-Менья, Диман, Расм-Аль, Хулу, Алепа. Помимо этого, один врач ежедневно включается в группу саперов. Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Латакия, передав мирным жителям продовольствие. Сообщается в информагентстве бюллетеня российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. За минувшие сутки представители Центра по примирению провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Хафа провинции Латакия. Мирным жителям передали 500 продовольственных наборов. В общей сложности специалисты ЦПВС провели уже 2077 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 32 092 тонны. Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о восстановленных работах в ДРС Зоре. В рамках правительственного плана по реконструкции освобожденных районов городской совет ДРС Зора перешел на второй этап работы. Он начался после окончательного вызова щебня и мусора из некоторых районов. Кроме того, в городе заменили часть канализационных систем, которые были существенно повреждены. Экономический кризис оказывает большое негативное влияние с каждым днем. Торговцы рынка Бука в Измире жалуются на сложившуюся ситуацию. Они заявляют, что работают и не получают прибыль из-за политики, проводимой государством. По словам торговцев, инфляция повсюду. Продавцы базара жалуются, что покупателей все меньше и меньше, в результате чего непроданные продукты выбрасываются в мусор. Эрдоган Ключук, который продает носки в течение 20 лет, также выразил свой протест, заявив, что нынешнее правительство не может должным образом управлять страной. Торговцы также жаловались, что цены на топливо также возросли. Торговец Фернан Денис уверен, что нынешний экономический кризис – это вина нынешнего правительства. Заслуженная артистка Армении Нарине Григорян стала лауреатом 12-го фестиваля моноспектаклей «Моноколь», приуроченного к Году театра в России. Жюри фестиваля высоко оценила моноспектакль «Моя семья в моем чемодане». Об этом сообщается на странице Международного театрального фестиваля «Арммоно». В пьесе «Пережившая войну Нарине» рассказывает историю своего детства в сопровождении Арцахской войны. Ранее в 2017 году пьеса удостоилась гран-при 12-го международного театрального фестиваля в Литве. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Рубен Матероса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром!